Доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Как всегда, рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео будем делать онлайн-расклад «Желает ли он вернуться?». Работаем мы сегодня с Таро Мари Курары, Таро Театр Кукол. Калдака, которая вам, как оказалось, очень сильно полюбилась. И вы просите сделать на ней расклады. Поэтому, скажем так, отвечаю на ваши запросы, да, и будем смотреть, как же будет развиваться ситуация. Так, всего я выложу 8 позиций. Ваша задача настроиться на расклад, визуализировать себя, партнера, проговаривать ваши имена. Если вы знаете дату рождения, прекрасно. Проговаривайте еще и дату рождения, также свою. И даете картам запрос, желает ли он вернуться. В который раз напоминаю, что расклад общий. Для всех отыграться однозначно он не может. Поэтому, для тех, кто хочет заказать индивидуальные расклады, ссылки на мои контакты, вы сможете найти под этим видео. А сейчас прошу вас на расслабиться, убрать посторонние мысли и давать картам запрос. Итак, желает ли он вернуться. Для тех, кто выбрал. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой вариант. Ну, я думаю, вы уже определились с выбором, поэтому давайте открывать карты. Для тех, кто у нас выбрал первый вариант. Желает ли он вернуться. Ой, ну, что здесь могу вам сказать. Тройка ума, ситуация столкновения. Скажем так, с позиции стандартной колоды тройка мечей. Могу сказать, что нет. Почему? Потому что ситуация разбитого сердца, ситуация выбора. Скажем так, на данном этапе ваш партнер еще взвешивает все за и против, и пока он к этому не готов. У него идет процесс осознания. Ну, вот воспринимайте это как хотите, хорошо или плохо. То есть из серии взвешивает, кто лучше, кто хуже, и с кем ему в принципе стоит развивать эти взаимоотношения. Почему я так говорю? Потому что мужчина здесь один, а женщина здесь две. Поэтому в ближайшее время, ну, в ближайшие два месяца я однозначно могу вам сказать, что не ждите. Скажем так, от него попыток каких-то с вами коммуницировать, вернуться в ваши взаимоотношения. Для тех, кто выбрал второй вариант, желает ли он вернуться? Принцесса эмоций. По принцессе эмоций могу сказать однозначно да, потому что идет ситуация открытости, особенно если вы являетесь представительницей водной стихии. Потому что карта открытости говорит о его желании восстановить отношения, потому что эмоции, то есть вы его притягиваете, и вы его вдохновляете, одухотворяете. И слишком многое вас связывает. То есть идет очень много воспоминаний, которые идут потоком через него. От этих воспоминаний человек не может избавиться. Поэтому здесь партнер хочет вернуть ваши взаимоотношения. Для тех, кто выбрал третий вариант. У нас здесь падает карта десятка энергии обновления. Я думаю, Аркан говорит сам за себя, особенно его название. Несмотря на то, что, знаете, как много попыток сожжено, и много было в ваших взаимоотношениях перепятий, и для него ваше взаимоотношение тяжелая ноша, но слишком много в нем страсти, слишком много в нем к вам влечения, и человек, несмотря ни на что, будет вести свой тяжкий крест. Потому что нужны ему взаимоотношения с вами. Хотя бы еще, скажем так, та штучка, но понимает, что ему комфортно с сильными личностями. Слабая женщина не для него. Поэтому этим вы его учете и привлекаете. И здесь однозначно можете ждать на перспективу восстановления взаимоотношений. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Желает ли он вернуться? Восьмерка эмоций. Новизна. Ну, я бы сказала так. Партнер желает вернуться в ваши взаимоотношения, но, знаете, с некими условиями. Если вы в ваши взаимоотношениях вдохнете новую жизнь, дадите ему какой-то новый толчок, воспоминания, новизной эмоции, либо ощущение того кайфа, который был у вас ранее. Вот если он от вас это получит, а не какие-то упреки, выяснение взаимоотношений на тот момент, когда он попытается вернуться, то он ваш. Если вы будете ему вспоминать старые грехи, то, скажем так, это будет ситуация только удручать, и он убьет все эти попытки возобновить отношения. Потому что здесь, ну, человек пытается, скажем так, я не говорю, что он безгрешен и так далее, я в любом случае решение принимаю только вам. Но, как говорит Аркан, да. Но он хочет попробовать это с чистого листа, без оглядки до прошлого и без каких-то воспоминаний о его прошлых прегрешениях. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Желает ли он вернуться? Ну, если вы королева энергии, однозначно да. Королева энергии – это королева жезлов, то есть представительница огня, а именно овен, лев или стрелец, потому что это карта жизнерадостности. Другими словами, вы зажигаете мужчину своей харизмой, своим темпераментом, своей подачей, своим позиционированием, своей страстью. Ну, вы понимаете, вы разжигаете в нем костер. Однозначно да. Вы не обязательно можете являться представительницей этой стихии. Вы можете быть темпераментной. У вас может быть асцедент на тальной карте в знаке огня. Поэтому здесь, для тех, кто выбрал этот вариант, да, у мужчины есть такие мысли и планы в отношении вас. Для тех, кто выбрал шестой вариант, желает ли мужчина вернуться? Восьмерка энергии, карта фиксации. Скажу так. Мужчина замер, он размышляет, то есть он пытается, как бы, знаете, от вас огородиться и взвешивать для себя, то есть зажечь эти отношения вновь или не зажечь. Но он стоит, он пока бездействует. Мужчина, у него это ситуация осознания. Возможно, он ждет от вас первого шага. Почему я так говорю? Потому что восьмерка энергии, ну, это вообще карта сообщений. Это может быть интернет общения, переписки, созвоны и так далее. И вот здесь мужчина замер. Ждет от вас ответной реакции, ответных действий. И, скажем так, если он получит, то да, он пойдет с вами на контакт. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Десятка материи, карта цикличности. Ну, опять же, слово цикличность. Все возвращается на круги своя. Да, он желает возобновления отношений с вами. Почему? Потому что, во-первых, скажем так, по специфике этого аркана, опять же, десятка материи. Карта стабильности, карта постоянных, либо семейных взаимоотношений. То есть вас очень много связывало. Быт, имущество, дети, в целом семейные взаимоотношения. И здесь он подумывает о том, что остается, знаете, как-то... Ну, вот теряться то, что жизнь не была нажита непосильным трудом, и идти в никуда. Поэтому здесь у него четкое осознание, по крайней мере, попытка переосмысления содеянного им. И для тех, кто выбрал восьмой вариант, желает ли партнер вернуться с семеркой эмоций, здесь, я бы сказала, скорее нет. Почему? Это карта интереса. Интереса какого? А как вы будете действовать в этой ситуации? Потому что он ждет, чтобы вы протянете ему кубок, вы сделаете какой-то первый шаг, либо вы будете за ним бежать. Иначе, ну, как бы по-другому перефразировать, партнер пытается вывести вас на какие-то эмоции, эмоции, которых ему не хватает. То есть он, знаете, как считается, что в вашем отношении нужна эмоциональная встряска. Ну, то есть он пытается посмотреть, как вы отреагируете на его уход, будете ли вы за ним сохнуть, скучать, и насколько он для вас ценен. То есть, а будете ли вы делать ему шаг в догонку? Нужен ли он вам? Вот у него идет ситуация, знаете, как переоценки ценностей для самого себя, либо для самого себя. Насколько он для вас значен. И если вы надеетесь на возобновление отношений, то здесь однозначно первый шаг нужно будет делать вам. Вот такой вот расклад. Надеюсь, он для вас был полезен и информативен. Отписывайтесь, пожалуйста. В последствии, как у вас проигрывается расклад. Пишите свои заявки на новые тематические видео. А я вам в который раз благодарна за просмотр. С вами была Ева Лекцер. И до новых встреч.